здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы с вами свяжем вот такой вот поясок который вы можете использовать для сумок моем случае он использован для вот этой вот поясной сумки которая видео я еще монтирую вот будет на днях вот а сейчас разберемся с поясочком потому что он я думаю будет полезен и для других изделий для примера я возьму вот такие вот элементы здесь у меня вот смотрите с карабином для этой сумки конкретно ну можно взять в зависимости от модели сумки я буду показывать здесь значит первым делом я делаю узел ниточку держим здесь нам нужно будет есть спрятать и обвязываю столбиком без накида 1 когда 3 поворачиваем работу теперь вот это первая петля видите у нас она кромочная мы теперь вязание начинаем со следующей петли и вводим крючок не классически а под петлю вот здесь вот видите дырочка как бы под петлю и достаем петелечку которую оставляем на крючке вот она кромочная осталась и следующая далее точно так же видите вводим под петлю и вытаскивая оставляем на крючке следующая все четыре петли то есть одна у нас кромочная а 4 петли мы вытаскиваем вот она тут пятое понятно теперь вот этот вот мешает всего до 5 петель у нас потом оно все сравняется теперь первую петлю мы провязываем вытаскиваем вытаскиваем крючок далее захватываем не провязываем эту же петлю и следующую таскин снова захватываем эту петлю провязываем и следующую так до конца ряда пока у нас не закончится петли так есть штукинцу отрежем так снова теперь у нас видно вот это косичку да вот она наша косичка мы из нее вытаскиваем петли 1 2 4 здесь кромочная просто из кромочной вытаскиваем провязываем последнюю петлю и далее по по 2 2 2 это пряжа толще поэтому вот видите так вот очень плотно получается здесь была пенша пряжа видите те же 5 петель но они намного плотнее так и снова то же самое повторяем 1 2 здесь вот видите как бы из кромочная четвертая одну петлю провязываем и далее снова подбить и так далее вот таким вот образом мы продолжаем до нужной нам длины что хорошо в этом способе что получается ручка совершенно не тянется довольно плотно она себя чувствует достаточно упругая и все то же самое сейчас я немножечко провяжу и покажу вам как закончить как прикрепить вторую сторону и так вот смотрим я допустим да вот видите какая она ширина из этой из этой пряжи потому что пряжа толще теперь что мы делаем в конце продеваем продели и теперь будем привязывать вот таким вот образом то есть по сути мы вяжем то же самое но только уже последний ряд и заканчиваем эти петли то есть не оставляем на крючке а просто их провязывая и последняя вот она моя кромочная все теперь нить я обрезаю протягиваем и саму вот эту ниточку я здесь вот замаскирую как бы протянул вот она такая ручка девчонки очень плотная очень плотная пользуйтесь этим способом не пожалеете все раз на сегодня это все с вами была века и школа рукоделия всем пока пока